Кристина Горбунова учится на пятом курсе медицинского университета. Девушка приняла участие во всероссийском конкурсе для молодых ученых и оказалась в числе победителей. Кристина получила полмиллиона на реализацию своего проекта. Вместе с командой единомышленников она разработала методику правильного дыхания у пациентов с бронхиальной астмой с помощью IT-технологий. Специальный комплекс для детей и взрослых будет обучать правильному дыханию во время приступов через игру с использованием виртуальной реальности. Допустим, уровень какой простой – сдуть одуванчик. Чтобы он сдул одуванчик и прошел следующий уровень, как раз аппаратные респекты 3 будут контролировать мощность выдоха и вдоха. И как раз мы сделаем дыхательную мускулатуру в нужном параметре, чтобы потом он боролся с приступом бронхиальной астмы. В режиме онлайн контролируются все необходимые жизненные показатели – пульс, давление, объем дыхания. Методика найдет свое применение в лечебно-профилактических учреждениях и санаториях. Молодым автором проектов в поддержку в подготовке конкурса оказал стартап-центр СамГМУ. У нас накоплен большой опыт в Институте инновационного развития с проектов, используемых с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью. И порадовало то, что студенты от кафедр представили проекты, которые достаточно интересным, современным образом предлагают применять виртуальную дополненную реальность в медицинских целях. Гранты на научные разработки получили четверо студентов медицинского университета. Теперь у молодых ученых есть два года на реализацию своих проектов. Сейчас ребята привлекают к себе в команды веб-мастеров, чтобы начать создавать специальные программы. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События.